Готовые рецепты для выхода из условного голодания. Почему так много людей нуждаются в этих рецептах и почему я в них никогда не нуждалась? Я долго думала над этим вопросом и наконец я нашла на него ответ. И в сегодняшнем видео я хочу вам ответить на вопрос, почему люди нуждаются в подобных рецептах и где их все-таки брать. Музыка Опасаясь, что это видео будут смотреть непосвященные люди, я хотела бы кратко в двух словах сказать, что такое условное голодание. Это методика очищения организма от шлаков и токсинов и мы связываем эту методику с именем известных натуропатов, таких как Марва Агонян и Арнольд Эрот, который жил намного раньше, чем Марва Агонян. Но книги этих натуропатов можно очень просто найти в интернете и прочитать и ознакомиться с этой методикой. Музыка Правда у нее есть некоторые противопоказания, но в общем и целом я знаю очень много людей, которые это практикуют и получают замечательные результаты по здоровью. У практики условного голодания есть три важных этапа. Первый этап это подготовка. Второй этап собственно само условное голодание, которое может длиться либо несколько дней, либо несколько недель. И третий этап это выход. Каждый этап по-своему важен. Если не произвести должным образом подготовку, то условное голодание дается тяжело и часто могут быть непредсказуемые неприятные последствия. Если некачественно относиться к самому условному голоданию, то может быть допущен ряд ошибок и тогда в лучшем случае человек просто не получит никакого результата. В худшем случае это опять же может быть какое-то обострение. Ну и наконец третий этап очень важный это выход из условного голодания. Это постепенный вход в питание. И если его не соблюдать с определенными правилами, то можно просто навредить своей пищеварительной системе и это тоже всегда нехорошие последствия. Так вот почему так много людей нуждаются в специальных рецептах для выхода из условного голодания? Когда я искала ответ на этот вопрос, я поняла, что все люди, которые практикуют условный голод делятся на три группы. Первая группа это люди, которые вообще не нуждаются ни в каких рецептах, потому что они по жизни аскеты. То есть это люди, которые без больших претензий относятся вообще к пище, к питанию, к продуктам, для которых еда это не очень важная составляющая их жизни. Это часто люди творческие, люди чем-то увлеченные. Ну и просто это категория людей, которые очень равнодушно смотрят на еду. И чем проще их еда, тем им комфортнее живется. Именно к такому типу людей отношу себя я. Именно поэтому у меня никогда не было проблем с рецептами на выходе из условного голодания. Просто потому, что они мне были не нужны. Для меня наличие какого-то одного продукта самостоятельного, это уже есть прием пищи. Скажем, если это просто помидоры или это просто бананы, просто огурцы. Для меня это просто еда и мне не нужно из них сочинять какие-то сложные рецепты. Но таких людей довольно мало. И за 8 лет моей практики я встречала таких людей, ну наверное их можно сосчитать по пальцам одной руки. Вторая группа людей, которая не нуждается в никаких рецептах, это такие люди, которых бы я назвала пофигистами. Им вообще все равно, что они будут есть на выходе из условного голода. Просто потому, что они не понимают насколько важно бережно относиться к своей пищеварительной системе. И такие люди обычно выходят как попало. Их питание на выходе нельзя назвать не только правильным, но его даже нельзя назвать разумным. То есть это вот такие безбашенные люди. Ну за последствия такого выхода они конечно же отвечают сами, но ничего хорошего в этом нет. И я ни разу еще не встретила человека из этой группы людей, чтобы у него все закончилось благополучно. Как правило это большой срыв или большой откат. Это никаких хороших результатов ни по здоровью, ни по физической форме. Ну это такие экспериментаторы в плохом смысле слова. К большому моему счастью таких людей не очень много. Но они правда есть и они мне регулярно встречаются, но их не очень много. А вот третья группа людей это самая большая группа, это очень большой процент людей, которые хотят и рады бы выходить по правилам и соблюдать все законы выхода, чтобы не навредить себе. Но они не знают как это делать. И вот именно такие люди постоянно меня атаковали и атакуют до сих пор своими просьбами. Бая дайте нам рецепты. Дайте нам рецепты на выход из условного голодания. Несколько лет я отмахивалась от этих запросов, потому что не понимала насколько важно это людям. Я не понимала это именно потому, что сама отношусь к первой группе людей каскетом. И я думала, что они преувеличивают значимость этих своих запросов. Я думала, что рецепты на выходе это их какая-то прихоть, что это вообще лишнее, что они вообще не нужны. И я постоянно отмахивалась от этих запросов и говорила, ну вот у вас есть помидоры, вот у вас есть яблоки, вот у вас есть бананы. Вот и ешьте эти продукты. Но теперь я конечно понимаю, что это действительно был уход от большого глобального запроса. Но спустя некоторое время я все-таки поняла, что я не могу оставить этот запрос неотвеченным и я написала книгу. И книгу эту я назвала «Солнечная тарелка» или «Как правильно выйти из условного голодания». Да, книга была написана, но она была написана применительно к самому первому этапу выхода, когда он является очень щадящим. И там по сути пища такая, знаете, через блендер, что-то такое пюреобразное, типа коктейль. То есть это такие немудреные блюда в своем приготовлении, что по сути книга оказалась таким довольно примитивным пособием. Хотя я до сих пор вижу, что она востребована, что люди ее спрашивают, люди ей пользуются и благодарят. Потому что на первом этапе она действительно может служить и служить таким хорошим подспорьем, чтобы человеку не сорваться. А вот дальше, когда начинаются уже второй и третий этапы выхода, да, между прочим, у выхода тоже есть этапы. И это понятно, потому что мы питаемся на выходе по нарастающей с точки зрения усложнения питания. То есть сначала это пюреобразное что-то, да, как я уже сказала, и потом постепенно все более и более сложное. И мы не можем давать себе сразу все продукты, да, разрешать себе все продукты, начиная с первого дня выхода. Просто потому что пищеварительная система не готова их адекватно воспринимать. Так вот, моя книга «Солнечная тарелка», она как раз касалась больше первого этапа выхода. А вот что делать на втором, на третьем и далее, вот тут у меня всегда наступал стопор. Просто потому что я отношусь к первой группе людей. Потому что для меня не важны рецепты. Потому что я не люблю готовить. Потому что я не люблю усложнять свою жизнь пребыванием на кухне. Но когда я поняла, что действительно запросы, рецептов – это не прихоть, а это действительно насущная потребность людей, которые в этом нуждаются, судьба оказалась ко мне благосклонна. И я на своем пути встретила двух людей, которые сыграли очень большую роль в ответе на этот глобальный запрос, где брать рецепты для выхода из условного голодания. Этих людей зовут Андрей и Ирина. Андрей – профессиональный шеф-повар, Ирина – его жена. И эти люди пришли ко мне просто на условное голодание. То есть они пришли ко мне как к доктору натуропатии, чтобы получить от меня какие-то советы, рекомендации и поддержку на их оздоровительном пути. Так мы познакомились. И спустя какое-то время Ирина и Андрей обратились ко мне с таким запросом. Бая, а как вы выходите? Есть ли у вас информация подробная с рецептами, как выходить из условного голодания? Я им сказала, что нет. И тогда они выдвинули свою идею. А хотите, мы сделаем такой курс, мы разработаем специальные рецепты для выхода. И ваши люди не будут больше нуждаться в ответах на этот важный вопрос, как им все-таки правильно выходить. Когда я услышала, что мне помощь пришла сама, я была несказанно рада. Потому что это было именно то, что я искала и именно то, что я не могла воплотить в жизнь сама. То есть я просто не могла и не могу создать вкусные и правильные рецепты для выхода просто потому, что я не знаю, как это делать. И тут появляются люди, которые знают, как это делать и они создают курс. Так родился курс «Идеальное питание с рецептами на выходе из условного голодания». Могу сказать наверняка, что этот курс уникален. Потому что я искала на просторах интернета такие предложения, но я их нигде не находила. Этот курс разработан с учетом трех этапов выхода. И все рецепты, которые относятся к первому, ко второму и к третьему этапам, проверены мной лично. И они в точности выдержаны со всеми законами естественного питания и с законами безопасного выхода, что самое важно. Честно скажу, что я проверяла материалы этого курса в процессе его создания. То есть ребята со мной советовались. И именно поэтому я смело рекомендую этот курс как проверенный, очень грамотный. И это курс, который гарантирует очень комфортный, правильный выход из условного голода. Готовые рецепты для выхода из условного голодания – это своеобразная подушка безопасности для тех людей, которые имеют склонность к откатам и срывам. На самом деле еда играет с нами часто в злую шутку. Если человек не очень умеет контролировать свое пищевое поведение, то у него очень большой шанс сорваться на выходе. А это всегда минус-результат. Это испорченное настроение, самобичевание, это на колу висит мочало. Начинаем все с нуля, и каждый раз срыв, и каждый раз вот такие печальные результаты. Поэтому курс «Идеальное питание с рецептами» – это такой большой спасательный круг для тех людей, у которых плохо получается самостоятельно организовывать свой правильный выход из условного голода. В чем прелесть этих рецептов? В том, что это не просто подсказка о том, как именно выходить, но это еще и вкусная подсказка. Причем они все очень простые, и спокойно идешь к своей цели, не думая о том, правильно ты делаешь или неправильно. За тебя все уже продумали, все правила соблюдены, остается только их выполнять. Мне остается только ответить на ваш вопрос, где взять этот курс. По ссылочке внизу в описании к этому видео вы можете узнать все подробности об этом курсе, но прежде чем вы пойдете и нажмете на эту ссылку, я хочу вас обрадовать. Сейчас у меня идет акция, и если вы на нее успеете, то вам повезет взять не только этот курс по идеальному питанию с рецептами для выхода из условного голодания, но и сам большой обучающий курс по условному голоданию. Причем он достанется вам просто в подарок, хотя на самом деле он вообще не относится к таким курсам, которые можно и нужно дарить. Но сейчас делая тем, кто успеет, такой подарок, я просто этой своей акцией хочу поддержать моих партнеров Ирину и Андрея Величко в их добром начинании. И хочу, чтобы как можно больше людей воспользовались их творчеством, их творческим подходом к питанию, взяли для себя эти полезнейшие рецепты и получили вдобавок к этим нужным знаниям по правильному выходу, еще и не менее нужные знания по тому, как вообще организовывать этот процесс, как готовиться, как все это осуществлять. И плюс ко всему, это еще и бессрочный доступ к материалам и бессрочные чаты поддержки. Согласитесь, это просто сказочные условия для того, чтобы заниматься своим здоровьем правильно, по всем законам, без отрицательных эффектов, без срывов, без откатов, с достижением устойчивого результата.